Угол зрения с Алексеем Мартыновым. Выстраивается логистически как раз такой коридор из Персидского залива практически в Европу. Уж не знаю насчет Европы, но по крайней мере российский рынок и рынок стран ЕС, он тоже обширен для подобного взаимодействия. Но я подозреваю, что в Европу тоже. Ну, как мы видим, с ними так все. Они вроде как бы нет, но в то же время за деньги да. За деньги да. Одна певица. Да, но и с другой стороны, этот коридор выстраивается не на неделю и не на месяц. Это перспектива на годы, может быть, десятилетия вперед. Поэтому неизвестно, что будет с Европой, с той, с которой мы сейчас видим, антирусофобской, антироссийской. Неизвестно, что с ней будет через 10 лет. Вы знаете, Павел, мы с вами неоднократно в этой студии говорили о том, что лучшее лекарство против русофобии – это, так сказать, ударить рублем. Ну, или долларов, или евро, и так далее. И когда в карманах становится не очень густо, а то и ветряно и пусто, да, то как-то она, русофобия, сразу начинает проходить. Ну, не то чтобы совсем, но как-то явно перестает быть приоритетом. И мы этого видели неоднократно в нашей тысячелетней истории взаимодействия. Я имею в виду тысячелетней истории нашего государства взаимодействия с разными европейскими странами. Ну, и поэтому я не сомневаюсь, что ситуация, конечно, изменится. Тем более, что эта украинская химера явно сдувается, ну, явно сдувается. Да, и это не значит, что ее кто-то, ну, бросит, знаешь, и вот делать, что хотите. Конечно, они попытаются это все законсервировать. Консервочку такую, но потом оставить, как это они любят делать. Ну, по крайней мере, Соединенные Штаты, это прямо их любимое англосаксонское занятие. Вот такие конфликтные консервы делать. Закладку. И потом их, да, открывать в самый нужный для себя момент. Как вот с Ближним Востоком, собственно, происходит без конца. И никто ничего не может поделать. И, кстати сказать, сегодняшняя такая уверенная и честная позиция России, да, самой большой страны мира, дает серьезную надежду, ну, принято называть это все глобальным югом, но я бы отдельно выделил серьезную надежду ближневосточным странам, что на Ближнем Востоке, наконец, спустя там сто с лишним лет наступит мир. То, что больше ста лет Ближний Восток постоянно лихорадит, постоянно. Ну, если не брать каких-то таких искусственных очагов стабильности, типа Арабских Эмиратов, да, то постоянно происходят там конфликты, постоянно происходят войны, постоянно никак никто не может ни с кем договориться. Ну, не потому что они не могут договориться, просто потому что им не позволяют этого делать. Это же вот классика англосаксонской экспансии, начиная с Лоренса Аравийского до сегодняшних дней, да, разделяя власть. И вот с такой уверенной, да, и честной позицией России, в том числе открываются шансы для Ближнего Востока, я имею в виду для мира, для прочного мира на Ближнем Востоке. Я надеюсь, и я даже верю в то, что это случится в среднесрочной перспективе. Как бы еще раз ни пыталась англичанка гадить. Да, но о мире на Ближнем Востоке говорил сегодня и Папа Римский Франциск. Он провел праздничное, торжественное богослужение в главном католическом соборе Святого Петра в Ватикане. Сегодня, 25 декабря, католики по всему миру празднуют, пожалуй, свой главный праздник – это Рождество Христова. Я уже сказал, что ночью провел Папа Римский праздничное богослужение, а сегодня, примерно час назад, он обратился к всей пастве с призывом к миру, сказал, что наши сердца сегодня в Вифлееме, где князь мира вновь отвергнут тщетной логикой войны, грохотом оружия, которое сегодня не позволяет ему, князю мира, найти место в мире, сказал понтифик. Действительно, библейский город на западном берегу реки Иордан фактически вымер, опустел, хотя обычно в эти дни, в рождественские праздники, там тысячи, десятки тысяч туристов. Паломников? Паломников, да. Конечно, когда война, какие паломники? Ну, есть, все равно есть. И они все равно там всегда будут, что бы ни происходило. Ну, так-то, конечно, с туристами в Израиле большая беда, в том смысле, что никто поедет на войну. Вообще здесь нужно сделать ремарку, что мы вот постоянно говорим, там, католическое рождество. На самом деле это Григорианское рождество. Да, это как раз Эфесский собор 431 года, да. И кроме католиков всего мира, сегодня рождество отмечают и армяне, и грузины, да. Ну, то есть те, кто, церкви, которые живут по Григорианскому календарю. И греки тоже, по-моему. Греки, конечно. Ну, я имею в виду, что русская православная церковь живет по Григорианскому календарю, по старому, вернее, наоборот, по старому календарю, да. И, соответственно, у нас поэтому сдвинуты чуть-чуть даты. И это всегда вот такой, ну, как бы повод для людей, которые не сильно погружены в нюансы церковной истории, истории христианства. Ну, так по... не то, что позлословить, но так попенять. Мол, что это вот... когда же на самом деле Христос родился? Почему же вот они, значит, отмечают 25 декабря, а мы, значит, вот 6-7 января? Ну, послушайте, в конце концов, ведь самое главное, что родился Спаситель. И я считаю, что несмотря на то, что вот существует такой календарный... Такие календарные... Разрывы. Разрывы, да. На самом деле, важен и 25 декабря. И вот, собственно, вот с этим Григорианским начинается... Рождеством начинается вереница этих новогодних рождественских праздников. У нас и Старый Новый Год любят отмечать, знаешь? То есть, тоже такой неформальный совсем праздник. Я помню, как одним немцам объяснял, ну, давно еще, в 90-е годы, когда вот начали как-то все так плотно общаться, так или иначе, объяснять смысл названия даты Старый Новый Год. Как так Старый, Новый? Так Новый или Старый? Непонятно. И причем, почему он позже на две недели, чем на самом деле Новый Год? Необъяснимая вещь. Вот. Но потом как-то удавалось объяснить. Пользуясь случаем, хочется поздравить всех, кто сегодня отмечает Рождество Христово с этим большим праздником. И, безусловно, рождение Христа, рождение Спасителя – это важно для всего человечества, для всей планеты, независимо от того, какой конфессии те или иные люди принадлежат, или независимо от того, веруют ли они вообще в Бога. Ведь от того, что кто-то в Бога не верит, он же все равно есть. Понимаешь? Ну, то есть это же вопрос такой. А Христос, безусловно, Божий Сын и Спаситель, и очень важная дата. И, кстати, несмотря на то, что в западных странах, в США, Рождество уже больше такой не столько религиозный праздник, сколько светский. Ну, семейный больше. Ну, да, семейный праздник и так далее. Хотя надо сказать, что в США довольно религиозное общество. Как вот не странно тоже для многих непосвященных людей, американцы довольно религиозные. Ну, они своеобразно религиозные, там у них больше такие всякие протестанты, там вот это все. Но, тем не менее, Рождество – это вот важный, так сказать, день не только в году, ну, и вообще важно для всех в этот день быть в хорошем настроении, думать о хорошем, общаться с хорошими людьми, да, и желать всем счастливого Рождества. Ну, а мы ждем православное своего правильного Рождества. Слушай, вот еще раз. Вот и сегодня хорошо, и седьмое отлично. Я понимаю, что сейчас какие-то истовые религиозные люди меня могут осудить, но я считаю, что светлые добрые праздники, независимо от конфессиональных еще раз нюансов, они носят абсолютно общий характер. Это совершенно точно, тем более вот в нашей сегодняшней реальности такого открытого общества. Общее и главное, чтобы это был объединяющий характер. Совершенно точно. Угол зрения с Алексеем Мартыновым Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова